Здравствуйте! На Первом Ярославском свою работу продолжает информационная служба. В студии Евгений Журавлев. Эффективное управление ЖКХ для создания благоприятных условий проживания в Суздале в течение нескольких дней проходит Всероссийское совещание, посвященное этой теме. На семинар приехали 300 делегатов из 69 субъектов федерации. Наш регион во Владимирской области представляет председатель правительства Александр Князьков. Главная тема обсуждения – расселение аварийного фонда, программы капитального ремонта домов, а также вопросы привлечения частных инвестиций в коммунальную инфраструктуру. Кроме этого, подобные встречи – это всегда обмен опытом среди регионов. По состоянию на 1 января 2012 года количество было 140 тысяч. У нас есть программа по ликвидации этой очереди до 1 сентября 2017 года. Идем мы нормально. В этом году порядка 41 тысячи аварийного фонда мы будем расселять. Значит, здесь мы идем передовика. Два перекрестка закроют на несколько дней. В Рыбинске начинается ремонт улиц у привокзальной площади. Сам вокзал строители практически закончили, и теперь в надлежащий вид необходимо привезти из смежной улицы. Чтобы ремонт шел быстрее, для проезда автомобилей на 10 дней закроют два дорожных перекрестка – Плеханово-Пушкино и Плеханово-Луначарского. Изменится и маршрут общественного транспорта. По проекту реконструкции схема движения по вокзальной площади также должна поменяться. Появятся новые дорожные знаки, увеличится ширина полос движения и даже границы. Из-за меняющихся погодных условий сроки у подрядчика минимальные. На полное завершение строительных работ есть всего две недели. Переславский музей-заповедник выгоняют. Экспозиции из отдела природы, находящегося в Никольской церкви, должны быть перевезены в здание культурно-выставочного центра не позже 14 октября. Об этом сотрудникам музея сообщили в Департаменте культуры Ярославской области. Музейщики возмущены. Сроки, в которые надо переехать, нереальные. До положенного завершения срока законного обустройства в новом здании еще не более трех лет. Согласно закону, к 2018 году все помещения музея должны быть переданы церкви. Однако южная часть Успенского собора, где уже осуществляются богослужения, зимой не отапливается. Поэтому церковные представители пишут письма о предоставлении им теплых стен Никольской церкви. В результате последних событий, отмечают музейщики, город может вообще остаться без музея. В области зарегистрирован очередной случай беженства среди диких животных. В Мышкинском районе, рядом с деревней Крюково, была найдена мертвая лиса. При исследовании трупа специалисты поставили диагноз – бешенство. В населенном пункте тут же был введен карантин. Уже утвержден план профилактических мероприятий. В этом году специалисты Россельхознадзора зафиксировали в Ярославской области 25 случаев бешенства. В черный список попали 22 населенных пункта. В опасной зоне находятся Даниловский, Большесельский и Борисоглебский районы. И менее чем через час в нашем эфире программа «День событий». Ее проведет Наталья Ситникова. Наталья, добрый вечер. О чем у вас пойдет речь? Добрый вечер, Евгений. В Ярославле провели мастер-класс для муниципальных районов, а Дэйв Кинг вновь нашел ключи к московскому «Динамо». Это еще не все. Также смотрите в выпуске. Два месяца после эмбарго. Как отреагировала Ярославская область на запрет импортных продуктов, знает Евгений Журавлев. Директора управдома Дзержинского района привлекают к уголовной ответственности. По какой статье, знает Ольга Преснухина. На заводе «Угличмаш» началась выплата зарплат. Заводчане сидели без денег порядка девяти месяцев. Подробности в сюжете Юлии Пятновой. Ярославский технический университет празднует 70-летний юбилей. К воздравлениям присоединилась Светлана Доброхотова. Я же на этом прощаюсь с телефонной редакции 744-614. Мы ждем от вас сообщений о ваших проблемах. Следите за новостями на Первом Ярославском. В студии для вас работал Евгений Журавлев. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok